Пенсии по старости в начале года проиндексировали на 7,05%. В среднем неработающие пенсионеры будут получать почти 15,5 тысяч рублей. С этого года и до 2024 индексация будет проходить не с 1 февраля, а с 1 января. Минимальный размер оплаты труда увеличился. С 1 января он составил 11 280 рублей. Соответствующий проект бюджета учитывает ежегодное увеличение МРОД. Также с нового года увеличилось пособие по безработице. Минимальный размер выплат с 850 рублей вырос до 1500 рублей. Вступил в силу новый закон, касающийся владельцев загородных участков. Дачников разделят на садоводов и огородников. Первые смогут без согласования строить дачные домики, а с разрешения властей и капитальные жилые дома. В то время, как огородники смогут построить только технические помещения. Тем, у кого дом зарегистрирован, беспокоиться не о чем. А вот если строения нет в Росреестре, оно будет признано самостроем. Изменения в работе нотариусов. Во-первых, введена обязательная нотариальная форма при совершении сделок с долями в недвижимости, которая покупается в ипотеку. Во-вторых, россияне смогут быстро, всего за сутки, зарегистрировать права собственности на недвижимость по нотариальной сделке. Эта услуга будет бесплатной. В январе в России начнут продавать так называемые невозвратные билеты на поезда дальнего следования. Введение позволит сэкономить от 5 до 20% от цены. Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки. Но есть одно но. Такие дешевые билеты так просто не вернешь. Их примут обратно только в случае внезапной болезни пассажира, смерти или в случае отмены отправления. В России запускают в работу информационную систему «Электронная путевка». Туроператоры будут обязаны вносить в единую базу данные о бронировании и оплате туров. Каждому система присвоит номер, по которому люди смогут отслеживать статус своего тура в онлайн-режиме. Система призвана защитить интересы туристов. Продолжение следует...